Добрый день! Киев, Украина, бульвар Тараса Живченко, а за моей спиной красавец Владимирский собор. Около стен которого я решил написать очередное видео на тему очищения организма, как правильно провести полное очищение организма. Но чтобы оживленное движение не мешало вам слушать это видео, а мне его писать, я его допишу в более комфортных и привычных мне условиях. Если вы не ради праздного интереса открыли видео, и вас реально интересует полное очищение организма, то нам с вами по пути. Но ставить перед собой такую достаточно серьезную задачу, вы должны понимать, что система не может быть простой. Но вместе с тем, она должна быть исполнимой, иначе смысл теряется. Система не может быть короткой. Обмен веществ в организме идет постоянно. Конечные продукты жизнедеятельности или шлаки, или токсины, называйте их как хотите, образуются постоянно. Более того, организм человека это открытая система, в которую различными путями проникают новые токсические вещества. И сам человек позаботился о том, чтобы жизнь не была скучной, в окружающую среду ввел более 4,5 миллионов различных токсических веществ. Причем это многие из них миллионами тонн. Мне нравится выражение гомеопатов. Они говорят, болезнь это игра токсинов. Вопрос, кто кем управляет. Если токсины вашим организмом, то вы последовательно перемещаетесь из одного врачебного кабинета в другой, и занимаетесь лечением различных заболеваний. Если же вы знаете, как управлять токсидами, то тогда вы находитесь на совершенно другом уровне здоровья. И сами решаете, как распоряжаться своим свободным временем. Вместе с тем, просматривая и анализируя различные системы в интернете, я увидел часто присутствующую чрезмерную сложность, а соответственно неисполнимость. И смысл было писать такое, если это невозможно выполнить. Если это могут выполнить единицы. Более того, система должна быть исполнима в вашей реальной жизни. Не нарушать активно вашу трудовую деятельность. Не нарушать ваше качество жизни. А часть систем вообще опасны для здоровья и жизни. Уже используются ядовитые, не всегда бесполезные или безопасные для организма средства. А вы же хотите улучшать качество жизни, а не сокращать ее продолжительность. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как подготовиться к очищению организма. В какой последовательности лучше проводить очищение организма. И как долго необходимо проводить очищение организма для вашего здоровья. В какой же последовательности я бы советовал проводить полное очищение организма. На первое место я бы поставил мотивацию. Если у вас есть желание что-то изменить в своей жизни к лучшему, то это видео именно для вас. И прекрасно, если главный мотивирующий фактор, это осознание того, что экология на планете Земля. Стало хуже и будет только хуже. И для того, чтобы выживать в этих условиях и жить лучше и дольше, нужно что-то с этим делать. С экологией вы сделать не можете. Вы можете изменить свое отношение к ней и к своему организму в частности. Хуже, если главный мотивирующий фактор, это болезни. Опасные для здоровья, либо опасные для жизни, не имеют большого значения. Важно понимание того, что болезнь это степень утраты того самого здоровья. И в данном случае нужно более целенаправленно, более активно выполнять определенные действия. Более того, понимать, что система очищения, оздоровления организма не должна быть опасной в этом случае. И очень хорошо, когда человек относится к своему здоровью бережно. Есть такое очень хорошее выражение, я его часто повторяю, что предусмотрительный занимается лечением за три года до болезни, в то время как беспечный человек пытается заниматься профилактикой за три дня до смерти. Но если вы смотрите это видео, значит уровень здоровья у вас в принципе еще достаточный для того, чтобы совершать целенаправленные действия. И я бы хотел процитировать еще выражение Синеки, которое сказал в свое время. Ничего не приходит рано, ничего не приходит поздно. Все приходит вовремя. Раз вы видите эту информацию, вы получаете, значит возможно вам нужно было дойти до того уровня нездоровья, чтобы наконец заняться очищением своего организма. и вы можете перейти на следующий этап после мотивации, если вы уже смотивированы каким-то образом. Вам нужно выполнить следующий шаг. Этот шаг, к сожалению, в большинстве систем очищения организма отсутствует. Которые при этом напоминают большую стирку, грандиозную стирку, супер грандиозную стирку. А нужно пройти духовное очищение. Это очень важный момент, благодаря которому концентрируется фактически ваша энергия на работу вашего организма. Очищение духа дает усиление, улучшение работы нервной системы. Это система регуляций вашего организма так или иначе. И это оптимизирует все процессы в вашем организме. Все зависит в данном случае от того вероиспередания, которое вы поддерживаете. В разных системах принцип один. Неважно каким путем вы идете, все равно попадаете в одну и ту же точку. Поэтому очень важный момент. Духовное очищение. И такие видео есть на моем канале. Вы их тоже можете просмотреть. На этом фоне можете переходить собственно к очищению организма. И на первое место я бы в данном случае поставил очищение кишечника. Ведь через кишечник идет 100% питания вашего организма. И этим путем способны удаляться примерно 70% от тех самых шлаков обмена веществ. Такое видео есть на моем канале. Чисто очищение кишечника. Их несколько. Вы их можете просмотреть в любое удобное для вас время. Но я хочу сделать маленький акцент. Очищение кишечника и работа кишечника эффективны. Это не синонимы. Невозможно очистить кишечник один раз и на всю жизнь. Очищение кишечника должно идти в режиме реального времени. То есть пост, то, я, но и нормальная работа кишечника вам нужна. Как и правильное питание вашего организма. Поэтому различные клизмы, применение ослабительной, слепое зондирование, они исключаются полностью. Ну, есть такая система очищения коловады. Тоже нужно использовать. У нее есть свои особенности, есть свои осложнения. Индикация хорошей работы кишечника. Это самостоятельный стул утром. Это отсутствие вздутия живота, урчания. То есть пищеварение должно идти незаметным для вас образом. Пища должна перевариваться. А индикатор того, что вы правильно переварили всю пищу, которую вы вложили в свой раниль. Простенький анализ называется Копрограмма. Он показывает, как правильно перевариваются разные компоненты пищи. И что из пищи достается вам. А что патогенным бактериям в кишечнике. Которые по умолчанию присутствуют там пост, я, но. Что достается паразитам, глистам. Которые тоже могут сопутствовать в вашем организме. Сожительствовать и кушать. Увы, в кишечнике кушаете не вы первый. В кишечнике работает пищеварительная система ваша. Работают различные микроорганизмы. Работают макроорганизмы. И вот конечный результат вот этой активности может всасываться в кровь. То ли в виде продуктов переваривания пищи. С примесью различных токсических компонентов. Аллергенов. То есть разные варианты могут быть. Важно полноценно их удалять из организма. Очищение крови от всех этих нежелательных компонентов обеспечивает лимфатическая система. Вернее я бы сказал, лучшая ее половина. Всего один лимфатический узел весом от 1 до 1,5 кг в норме делает вашу жизнь значительно безопаснее. Это печень. Именно благодаря ее такому стратегическому положению в вашем организме масса способов очищения организма, очищения печени, но все они сводятся к двум непременным компонентам. Первый. Это создается ситуационный застой желчи. На срок до 3 суток. Дальше просто жестко нарушается работа печени. Эту функцию выполняют органические кислоты. Например, вам советуют пить яблочный сок. Органические кислоты тонизируют сфинктер Одди и он запирает желчный пузырь. Не дает ему сбрасывать желчь. А при этом печень работает, накапливает различные компоненты. Они концентрируются в желчном пузыре. Через 2-3 суток лихим таким кавалерийским налетом вам предлагается испить различные растительные масла, на которые сфинктер раскрывается. И застоявшаяся желчь в виде различных хлопьев, включений различного цвета, коричневых, зеленоватых, начинает выходить из вашего организма через кишечник. И по ним вы судите, как бы о том, что очищение печени произошло. На самом деле используется просто знание физиологии. При котором желчь, попадая в желчный пузырь, в случае застоя начинает концентрироваться. И кто делал когда-нибудь доденальное зондирование, он четко видел. Вначале идет желчь из двенадцатиперстной кишки, мутная такая, непонятная. После этого, если открывается желчный пузырь, где темная, тягучая, дегтеобразная смесь, это желчь из желчного пузыря, застоявшаяся. Ну, а потом, когда уже напрямую идет желчь из печени, она идет такого прекрасного, оливкового цвета, прозрачная. Это реальная желчь, которую печень вырабатывает из вашей крови, очищая ее от различных компонентов. А когда на трое суток вызывается застой желчи, жидкая часть желчи уходит в кровь, вода уходит в кровь, а различные соли начинают концентрироваться, холестерин концентрируется, желчные кислоты концентрируются и в виде таких сгустков потом выпадают из кишечника. Все это здорово, но есть маленький момент. Когда дается большое количество жиров, возникает проблема. Во-первых, на это очень плохо реагирует поджелудочная железа. И попасть на обострение панкреатита легко и просто. Но потеря компонентов желчи, она не самая лучшая. Желчь это естественный переносчик в ваш организм витамина А, витамина Е, витамина Д, жирорастворимые фракции витамина К, витамина П, собственно витамина Ф или полиненасыщенные жирные кислоты. Большинство макро-микроэлементов, начиная с того же кальция. Уже всем зубы, наверное, проели необходимостью употреблять кальций. Вопрос, вам эти витамины не нужны? Зачем вам их терять? Больше того, для того, чтобы восстановить после этого желчь, нужно разрушить эритроциты. Эритроциты, напомню, это переносчики кислорода для нормального и интенсивного обмена веществ в вашем организме. Когда вы теряете эритроциты, у вас теряется энергообеспечение вашего организма. И на клеточном органе уровни начинается старение. Более того, иммунная система, потеряв такую подпитку, хуже контролирует онкоклетки, которым до лампочки сколько кислорода в вашем организме. Они извлекают энергию из углеводов, из сахара, расщепляя в бескислородных условиях до молочной кислоты. Иммунным в системе плохо, ну а онкоклеткам прекрасно. Зачем это нужно вам? Сложно сказать. Да, безусловно, снижается уровень холестерина, потому что вы его потеряли. Но, вы знаете, снизить уровень холестерина в вашем организме можно иным путем, обеспечив правильную работу той же самой печени. Больше того, самая неприятная особенность нарушается, резко нарушается работа пищеварительной системы. Ведь пищеварительная система это система поэтапного расщепления пищи из сложных компонентов в простые, которые способны всасываться. Не способны всасываться белки в кровеносное русло, иначе как став там аллергенами. Белок, чужой белок в кровеносном русле это аллерген. Белок должен расщепиться до аминокислот. Они теряют антигенную активность, они не идентифицируются иммунной системой, а усваиваются так, как положено. Нарушение переваривания сложных углеводов, да, крахмал идет по пищеварительной системе, развивается как минимум диодофильная флора, развиваются патогенные бактерии. Нарушение переваривания жиров, ну, менее опасно для организма. только человек способен из жиров активно извлекать энергию. На жирах не паразитируют практически никакие микроорганизмы, но вместе с жирами вы усваиваете те витамины жирорастворения, которые я обозначил в начале. И вопрос, зачем вам такие потери? Значительно проще обеспечить правильное питание, которое в этих условиях как раз наоборот нарушается. наладить пищеварительную систему поэтапно. Это задача правильного питания. А сорвать легко и просто. Как наладить правильное очищение крови за счет улучшения работы печени? Ну, нужно просто опять-таки вспомнить нормальную физиологию. Здоровая печень вырабатывает сутки примерно литр желчи. Слабая печень после гепатита при явлении жирового гепатоза 2 мл 600. Объем желчного пузыря это 150-200 мл. То есть примерно 5 объемов желчного пузыря вырабатывается печенью в сутки. Для того, чтобы не было застоя желчи, связанного с неправильным приемом пищи, каждый прием пищи должен содержать жиры. Для раскрытия сфинктеров для сокращения желчного пузыря достаточно всего 1 чайной ложки любого жира. Будет это растительное масло, будет это сметана, будет это желток яйца, будет это кусочек сала, будет это порция какой-то жирной рыбки или какого-то жирного мяса несущественно. Каким путем вы раскроете желчный пузырь. Важно, чтобы не было комби-жира. Чтобы вы не комбинировали 2-3 жира одновременно. Чтобы вы не жарили свиную отбивную на растительном масле, а потом для создания определенного сливочного вкуса добавляли еще туда сливочное масло. Вот такие комби-жиры ваша печень, ваша желчный пузырь и поджелудочная могут воспринять плохо. А чайная ложка какого-то одного жира минимальные условия для раскрытия желчного пузыря и дезинфекции вашей пищи. Потому что желчь это не просто пищеварительный секрет. Это еще самый лучший дезинфектор вашего организма. Самый лучший антибиотик вашего организма в естественных условиях. Который дезинфицирует вашу пищу после кислоты желудочного сока если вы не додумались ее подавить нейтрализовать пищевой содой. В этом случае желчь выполняет свои функции. Для того чтобы секреция желчи а заодно выделение желудочного сока было максимально эффективным пища должна быть вкусная. Вкус ваш не мой не доктор интернет не других народных целителей. Вкус ваш если вам приятен вкус имбиря без проблем если у вас вызывает отвращение корица тоже без проблем используйте имбирь забудьте про корицу нет такой пряности в вашей жизни. А далее для улучшения работы печени есть временной фактор для того чтобы печень вышла на максимальный уровень активности по очищению крови нужен срок от 2 до 4 месяцев. В это время печень восстанавливается если вы создали эти благоприятные условия и без проблем активно очищает вашу кровь в режиме реального времени утром днем вечером ночью спите вы или не спите кушаете не кушаете а печень все равно очищает вашу кровь ну безусловно столько ждать нет необходимости 2-3 недели правильного питания и ваш организм уже работает совершенно иных условиях вы уже получаете бонусы в виде улучшения качества жизни в этих условиях ваша печень не просто хорошо очищает вашу кровь да в ней находится треть клеток печени вернее треть веса печени это большие макрофаги или клетки купфера которые готовы съесть все бактерии вирусы обломки клеток все что угодно они все это съедают поглощают и очищают вашу кровь не пропуская в организм остальные две трети печени это собственно клетки печени которые выполняют одновременно несколько функций с одной стороны там есть ферментные системы которые обезвреживают токсические вещества различного происхождения неважно откуда они попали к печени если токсинов было больше то развивается явление гепатита так или иначе есть гепатиты специфические вызваны вирусами гепатитов А, Б, С и там средина алфавита уже есть которые непосредственно тропны к печени а есть симптоматические гепатиты при любых других инфекциях когда любая инфекция паразитируя в любом другом органе выделяя токсины печень как верный страж вашего организма очищает кровь удаляя эти токсины неизменно будет воспаляться и вот здесь важно создать вот эти условия ну и двигаться дальше если вам нужно больше знать про работу печени смотрите такие видео они есть на моем канале но в этих условиях две-три работы две-три недели работы нормальной печени правильное обращение с ней позволит вам перейти на следующий уровень это очищение почек вернее улучшение работы почек уже если в почках очень часто к сожалению на сегодняшний день люди не знают как правильно пить воду как правильно употреблять различные продукты питания вообще как ваш организм относится к различным продуктам питания то в лоханках почек присутствует эко-позитивные включения или как их называют по-иному солевой диатез или мочекислый диатез а это уже субстрат для того чтобы песочек постепенно превращался в камушки образуется мочекаменная болезнь образуются камни различного химического состава которые зависят от вашего образа жизни от вашей системы питания от понимания какие продукты питания вам можно в этих климатических условиях больше какие меньше но в любом случае мочекаменная болезнь при резком к ним отношении к почкам то есть резком усилении мочегонной активности то есть многие говорят а все можно не делать пейте воду будет вам счастье добавили воды если песочек тронется у вас обострение цистита уритрита постатита если пойдут уже не песочек а там у вас камушки есть риск что камушек остановится в мочеточнике вызовет нарушение оттока мочи и развивается гидроэнфроз почки по этой причине вы легко можете почку потерять в любом случае когда есть мочекислый диатез мочекаменная болезнь всегда развивается хронический пил инфрит а это номер один по хронической почечной недостаточности очень легко попасть в эту тему просто добавляя воду начиная очищение организма вот только с этого уровня с очищения почек с улучшением работы почек важно правильно контролировать диурез количество мочи в норме должно быть литр полтора максимум два если вы просто начинаете с воды все прекрасно токсины в активном виде выделяются через почки потому что вы дали возможность вывести их таким образом будут нарушать работу мефрона в почке мефроны будут гибнуть токсину они не привычны они могут выводить но не обезвреживать обезвреживать может токсины только печень это орган специфически направлен именно на это если вы делаете все правильно все хорошо если вы начали с очищения кишечника и печени без проблем если вы начинаете просто с употребление воды с увеличение количества воды в вашем рационе я вас понимаю вы хотите быстрее получить результат но как напомню быстрая система они всегда с подвохом и добавление воды в ваш рацион приводит к тому что почки подвергаясь действию токсинов нефроны будут гибнуть и один миллион нефронов которые каждый человек примерно имеет при рождении в почках постепенно будет уменьшаться и пока вы не доведете свои почки до количества 250 тысяч нефронов то есть в 4 раза меньше исходного состояния анализы спокойны вы делаете креатинин а он спокоен он не превышает норм вы спокойны нефролог спит спокойно все спят спокойно а нефроны почек уменьшаются вот когда дойдет до 250 тысяч и горитин поползет вверх как откуда взялась почная недостаточность я же занимался здоровым образом жизни пил воду я вам объяснил почему и как это может быть поэтому вода это не просто так это не такой простой способ очищения крови а важно разгрузить почки через усиление работы печени о которой я уже вам сказал и на этом фонде только можно добавлять воду вы можете посмотреть такие видео они есть на моем канале без проблем вместе с очищением почек завязано очищение суставов да но очищение суставов я бы сказал это немножечко неправильное представление да есть суставы их более 200 о том что непорядки в суставе говорит боль в суставе хруст в суставе то есть это говорит о разных возможностях о разных способах нарушения фактически работоспособности суставов да это ограничивает вашу активность это ограничивает вашу жизнедеятельность но тут важно понимать основную причину просто если есть явление артрита то есть у вас возникает боль в суставах при подъеме вверх по лестнице у вас возникает боль в суставах при нагрузке вы проснулись боли особо нет стали двигаться и появились боль в суставах или вы сели там обычно страдают суставы нагруженные во время профессиональной деятельности просто на них приходит большая нагрузка и вот если такой вариант да вам нужно искать очаг интоксикации нужно правильно с ним обращаться потому как просто добавив воду в систему просто идете по пути в почечную недостаточность очень часто используют очищение почек и суставов рисом да я понимаю крахмал в принципе недоваренный он способен связывать какое-то количество жидкости в вашем организме когда вы используете недоваренный рис а там условия рис идет наполовину сваренный практически сырой рис прозлатывается утром натощак и три часа нельзя пить воду в этих условиях в кишечнике рис набухает он связывает воду и дает очищение крови уменьшается количество токсинов вроде как тут все здорово но есть один маленький нюанс когда эта вода уходит на рис в кишечник резко увеличивается вязкость крови и в этих условиях параллельно с очищением суставов да идет напряжение обмена веществ повышается резко кардиологический риск потому как вязкость крови вам нельзя в течение этих трех часов не пить не есть не принимать медикаменты и резко нужно снизить уровень физической нагрузки потому что легко попасть на другие проблемы плюс конечно вы в это время получите лучше будет со стороны суставов лучше будет положение матка щитовидка реагирует молочные железы реагируют тут да но цена вопроса великовата кардиологический риск который может все эти плюсы на них поставить большой жирный крест когда пытаются провести очищение почек травами я тоже вас понимаю есть биологически активные вещества которые выделяешь через почки усиливают образование мочи именно поэтому и оценивают эффективность то есть мочегонные средства вроде как хороши вопрос что используют очень часто используют антрогликозид содержащие растения например марена красильная это чемпион пожалуй в этом вопросе но антрогликозиды выделяешь через почки раздражая их да индикатор это кирпично красного цвета моча но идет раздражение почек и окисление нефрона в почек это достаточно интенсивный путь в почечную недостаточность правда по дороге высыпаются соли вроде как улучшается работа но чемпионскими темпами уходят нефроны почек примерно то же самое но мягче происходит когда используют слабительные сено, крушено, жостер, щавель конский керосиния тоже содержат антрогликозиды только немножко иного химического состава чем у марены но кирпично красная окраска мочи свидетельство того что они таки выделяются с мочой вот эти все моменты могут присутствовать часто используют растения содержащие тритропеновый сапонин это хвощи, это спорыши, это артосифон или почный чай это солодка голая они примерно точно так же выделяются через почки вызывают раздражение, окисление и появляются иные моменты это очень хороший путь в почную недостаточность ну на фоне хорошего выделения мочи как бы оценка опять таки по количеству мочи которая выделяется часто используют эфиромасточные растения плоды можжевельника, лавровый лист они тоже хороши для почек если используется в микро количествах да, несколько листьев лаврового листа в кастрюле борща это хорошо когда вы завариваете десяток другой листиков но тут вы можете свои почки повредить и Авиценный еще об этом предупреждал перебор в этом направлении приводит к тому что просто напросто возникают явления очень похожие на гломерную эфиризу у него кровь выделяется с мочой поэтому таким способом лучше не баловаться усиление мочегонного эффекта должно быть не скажу спонтанным но его нужно правильно сопровождать и вот такими травмами пользоваться нельзя а вот отвар овса можно использовать в случае даже развития почной недостаточности он помогает почкам работать потому как улучшает кровообращение в организме в целом и в почках в частности а когда пытаются очистить почки керосином я прекрасно понимаю организм так пытаются чистить проверяют его на прочность но напомню что для удаления углеводородов в организме не созданы условия наши предки не питались углеводородами в том виде потому что они находились достаточно глубоко под землей и керосин стали производить относительно недавно нет ферментных систем по утилизации керосина в организме не стоит таким образом усиливать работу почек а работа почек это усиленная работа печени о чем я сказал выше можете подняться вернуться к началу видео к середине его и просмотреть еще раз что вам нужно делать для почек плюс достаточное количество воды в вашем рационе индикатор я вам сказал полтора два процента полтора два литра мочи это максимум вот а потребность воды диктует ваш вес не те полтора два литра которые всем советуют пить а ваш вес ваш возраст ваш пол условия окружающей среды а как только вы экстремально начинаете относиться к организму вы имеете возможность вот те самые простенькие болезни в виде солевого диатеза который избавиться легко и просто провести достаточно серьезную патологию здесь важно знать чувство меры к почкам нельзя относиться так неосторожно их нужно беречь напомню они не восстанавливаются печень восстанавливается почка очень плохо реагирует на такие системы и восстановление увы не подлежит ну а на его диали садится я вам не советовал бы доводить себя активно до этого фактически на этом уровне вы имеете максимально эффективное очищение крови в вашем организме потому что вы активировали уже работу кишечника работу печени и работу почек работа кишечника и печени это примерно 70 процентов очищение вашего организма очищения крови работа почек это примерно 20 процентов достаточно много крови фильтруется через эти органы печень за сутки фильтрует около 4 с половиной тонн крови две почки полторы то есть по 750 литров каждой и правильным отношением к ним вы обеспечиваете очищение крови далее возможно вы захотите еще провести очищение линков ну напомню если вы правильно делаете то что я посоветовал в этом видео то 50 процентов очищение лимфы вы уже произвели это работа печени остальные 50 процентов ну опыты идут как их очистить мне сложно вам сказать по той простой причине что остальная лимфа образуется у клеток и оттекает от клеток буквально капельным способом вот как ее здесь очистить да по дороге стоят лимфоузлы и если лимфоузлы спокойны то есть не воспалены то это говорит о том что количество токсинов в вашем организме образуется небольшое лимфоузел успевает не в стрессовых условиях очищать кровь и по большому счету дополнительная помощь в этом случае не нужна очистить лимфу различными напитками там соками грейпфрутовым другие цитрусовые используют на мой взгляд невозможно по той простой причине что это не каким-то образом не влияет на усиление работы печени основной очиститель лимфы и крови это все-таки печень и основные условия которые нужно прилагать в этом направлении это все-таки то что связано с работой печени кстати книгу по печени я переиздал дополнил примерно 50 процентов новой информации появилась при желании вы можете ее заказать контакты вы видите без проблем а как дополнительно усилить очищение вашего организма есть еще два основных органов которые можно включить в систему очищения это кожа и лепки причем суммарный вклад этих двух выделительных систем в очищение вашего организма примерно 10 процентов казалось бы такой величиной можно и пренебречь достаточно обеспечить себе правильное питание употребление воды эмоциональный комфорт и все но не торопитесь лишних органов в организме нет каждый имеет свое значение свою роль и фактически можно не просто использовать дополнительную возможность в очищении вашей крови но использовать и кожу и органы дыхания как индикаторы насколько вы правильно выполняете очищение крови через более мощные системы ведь органы дыхания не только показывают насколько хорош или не хорош воздух которым вы дышите и как вы это понимаете как это нужно делать правильно фактически органы дыхания отражают насколько правильно происходит процессы пищеварения в вашем кишечнике и как эту ситуацию контролирует самый мощный лимфатический узел под названием печень в вашем организме не зря в восточной медицине меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника по кровотоку в медицине официальной между этими двумя органами стоит фильтр печени если печень справляется с потоком токсинов из кишечника то и в органах дыхания будет комфортно если не справляется можно лечить заболевания органов дыхания так называемые не специфические заболевания органов дыхания долго нудно и главное бесполезно что касается кожи в коже тоже прекрасный индикатор того как работают и печень и почки через кожу можно очищать вашу кровь одна из возможностей это работа с сальных желез в обычных условиях примерно 30-40 грамм кожного сала выделяется на кожу и это обеспечивает микробиоциноз на коже поддерживает тут сопрофитных бактерий чтобы не посягали на ваш организм патогенный если кожное сало выделяется в меньшем количестве кожа становится сухой возникают одни бактерии если в большем количестве то есть когда нарушена выделительная способность печени то необходимость выработки кожного сала увеличивается кожа становится жирной и здесь появляются иные бактерии для того чтобы эта ситуация не провоцировалась в вашем организме как вы понимаете можно просто обеспечить правильную работу фильтра печени то есть подсадить помочь печени обеспечивая правильное пищеварение правильное участие в системе питания очищать вашу кровь что касается работы потовых желез в обычных условиях выделяется примерно пол литра пота это этим объемом ваша кожа через потовые железы которые очень похожи на нефроны почек но не такие специализированные не настолько они имеют такой широкий спектр удаления токсических веществ но тоже могут очищать вашу кровь тоже могут помогать в очищении вашей крови и курорты где воздух сухой и горячий они известны как почечные курорты один из них Байрам Али где человек фактически через кожу и через органы дыхания происходит очищение крови в это время почки отдыхают и частично могут там уходить воспалительные процессы и улучшаться показатели работы почек безусловно такие условия перегревания организма можно создавать и в обычных условиях не обязательно ехать на курорт есть бани, есть сауны в любом случае идет перегревание не только организма и провоцируется ваш организм на чрезмерное потение увеличивается вязкость крови и нагрузка на сердечно-сосудистую систему поэтому это не такие однозначные методы а усилить очищение крови через усиление секреции потовых желез можно в более комфортных условиях вы этим пользуетесь, вы это знаете когда вы едете к Азовскому морю концентрация поваренной соли в Азовском море 1,2% а изотонический раствор поваренной соли в кровеносном русле 0,9% и по законам классической физики в сторону большей концентрации идет выделение воды для того, чтобы концентрации выровнялись ну так как концентрацию сколько бы вы не очищали свой организм вы не измените концентрацию соли в Азовском море чтобы она стала изотонической то и очищение будет зависеть от времени нахождения в этой воде хотите больше получить очищение не вопрос рядышком находится Черное море там концентрация поваренной соли примерно 2% и в этих условиях более активно идет очищение крови хотите получить больше без проблем есть более южно расположенные моря там Средиземное море там концентрация около 4% и то же самое идет очищение вашей крови через потовые железы вы получаете бомбу я понимаю, что чем дальше вы отъезжаете от места своего жительства тем дороже это происходит без проблем вы можете все то же самое произвести в домашних условиях обычная ванна помещается туда поваренная или морская соль создаете нужную концентрацию и получаете очищение крови в вашем организме очищать органы дыхания можно напомню только после того когда вы нормализовали улучшили состояние пищеварительной системе и печени иначе можно бесконечно очищать легкие от тех шлаков и токсинов которые через плохо работающую печень проходят из пищеварительной системы в этом случае вы получаете очищение организма в бесконечности вы можете дудыр продырать легкие и не получить ожидаемый результат фактически вот таким способом я основные системы очищения организма разными способами обозначил безусловно у женщин есть еще одна система очищения очень малое количество все таки выделяется через матку фактически это дублер почки если правильно усиленно обеспечена выделительная способность почек кожных покровов то меньше шлака выделяется через эту систему и явление эндометриозы явление эрозии шейки матки другие заболевания женской половой сферы они становятся скажем так менее вероятными легче переходят в состояние ремиссии как долго проводить очищение организма ну вопрос философский я задам вам провокационный вопрос а как долго вы хотите оставаться здоровыми вот чем дольше вы хотите быть здоровыми тем дольше вам нужно обеспечивать вот это самое очищение организма тем более что это все можно делать реально в домашних условиях реально народными средствами без экстремального воздействия на свой организм с максимальным результатом по уровню здоровья и пока вы думаете ставить или не ставить лайк на это видео кому из друзей его отправить я с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения это видео буду заканчивать и подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале надеюсь что теперь вы знаете больше информации о том как правильно проводить очищение организма и пока вы думаете кому из родственников друзей и знакомых отправить это видео я с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения это видео буду заканчивать и подумаю что еще написать на эту тему для вас с пламенным приветом из Киева вот такой красавец Владимирский собор это видео у кого здесь он где